Друзья, привет! Вы на канале Форнаксфильм и вместе с вами мы приехали в гости в компанию Теплодар и находимся в испытательной лаборатории, в их главной бане, в которой тестируются новые изделия. Но сегодня речь пойдет не только о новинках, но и о хорошо знакомой печи, былина от компании Теплодар. Узнаем, чем же она так хороша и почему она полюбилась нашим покупателям. Иван, привет! Рад тебя видеть на вашей земле. Взаимно! Всем привет! Спасибо большое, что пригласили в гости. Расскажи, пожалуйста, вот былина это самый-самый хит сейчас Теплодара в банной тематике. Она простая, но тем не менее есть. О чем поговорить-то? Да, в принципе, да. Наша компания любит и постоянно занимается совершенствами собственного оборудования. Былина не исключение, потому что, как ты правильно сказал, она флагман именно нашего чугунного в том числе направления. И здесь о чем можно, конечно, сказать дополнительно, потому что раньше, если вы, может быть, помните, топка была у нас полностью разборная. Сейчас у нас стала цельнолитой. И все наши банные печи изготавливаются из чугуна ЧХ-1. Это более надежный и оптимальный вариант чугуна как раз для банных печей. Подожди, когда мы в прошлый раз были на производстве, это в самом начале, это был СЧ-10, СЧ-20. Ну, хорошо, СЧ-20. А сейчас перешли на хромистый чугун. Все верно. С чем это связано? Ну, смотри, мы понимаем, что ЧХ обеспечивает повышенную кольностойкость, надежность, термостойкость. Ну, и, конечно, мы следим за трендами, потому что наши любимые конкуренты тоже это используют. А мы не хотим оставаться в стороне и быть впереди. Ладно, важный вопрос. Вот ты говоришь, сейчас топка цельнолитая. Я могу понять, что такая конструкция интересна производителю в первую очередь? Потому что он изготавливает за один проход одну деталь, да? По сути, там пол печки отлил сразу и все. Дальше навешивая на нее вот это вот навесное оборудование. Потребителю, человеку, который поставит ее себе в баню, вот что от этого вообще? Что это дает? Ну, во-первых, количество разъемных элементов, которые есть, как было раньше у печей, сокращается. А это с точки зрения надежности и эффективности работы печи гораздо лучше. Ну, а если вы переживаете, что она теоретически может прогореть или еще что-то, потому что понятно, что чем меньше элементов съемных для замены, тем проще. И, в принципе, возвратов именно по отдельным элементам очень минимальный. Но это какие-то частные случаи. Поэтому они сдали на себя риск и уверенность, что замены в данном случае топки не будет. И она цельна, летая, все хорошо. Найдите 10 отличий. Мы смотрели с вами только что топку чугунную печи былина, которая состояла из трех основных частей. А здесь одна цельная, цельнометаллическая оболочка. То есть пять лет прошло уже с того момента, когда первые печки поставили себе в бане наши покупатели. И никакой обратной связи нет. То есть отсутствие новостей – это хорошая новость, да? Ну да. Не, ну как, мы честная компания. Мы можем честно сказать, что, конечно, как в любом изделии, претензии есть, замечания есть. И мы к ним прислушиваемся. Были моменты, когда приходили такие замечания, но они были связаны в первую очередь с неправильной организацией, неправильным подбором, вернее, печи в плане теплопотерь, скажем так. И больше в этом. И мы, естественно, прислушиваемся, вносим все замечания в руководство по мере необходимости. Но вот таких вот прям чёт постоянных претензий, возможных по возврату, к счастью, нашему не было. Давай сейчас поговорим о эксплуатационных свойствах. Потому что люди, которые впервые, так скажем, выбирают себе банную печь, сталкиваясь с таким материалом, как чугун, задают вопросы. А как вот он отреагирует на то, что на него попадет вода, когда чугун будет раскаленный? Что с ним дальше будет при эксплуатации? Ну вот такие вот базовые вопросы. Давай закроем. Да, понятный вопрос на самом деле. Мы, когда еще на самом первом этапе проектирования этого изделия, вообще в целом чугунных изделий, мы проводили эксперимент максимального нагрева данных топок и с резкой сменой температуры в подаче холодной воды. Зарекомендовали себя очень хорошо. То есть в этом мы уверены. Это были разовые испытания или это были циклические какие-то наблюдения? Это были и разовые испытания, и это были циклические. То есть мы вообще стараемся проводить наши испытания в двух режимах. Это когда проверяем наши технические характеристики и ресурсные, даже в том числе, скажем так, испытания в трусах, когда лично на своем собственном опыте проверяем и качество пара, и работу печи в целом. Эх, я забыл уже про этот термин. Действительно, он классное испытание в трусах. И сегодня, Иван, я думаю, что мы проведем это испытание. Но вы немножко схитрили. Точнее, я рассчитывал на то, что здесь будет печка стоять у нас былина с обычным топливным каналом, с обычной дверцей. Ну, а вы сюда, я так понимаю, для красоты поставили уже панорамную дверцу. Но! Вот сейчас за кадром я покажу, как выглядит былина обыкновенная. Былина обыкновенная. И самый главный вопрос, который задают нам в магазинах. Почему такой маленький узкий топливный канал? Еще остается место сверху для того, чтобы еще уложить один-два ряда дров, но физической возможности сделать это нет. Нет. Что вы на это скажете, Иван Витальевич? Во-первых, это наше типовое решение. То есть наши все топливные каналы нетиповых размеров, в том числе, чтобы вы могли приобрести наши защитные экраны, которые они помещаются. Это во-первых. Во-вторых, знаете, наверное, в процессе поняли, что это некоторая даже защита от дурака. Почему? Потому что, чтобы исключить вот эту возможность того, что ее возьмут и перетопят, заполнят дровами, по саму ее не хочу, скажем так. А так, у нас есть гарантированный элемент, который эту загрузку вам ограничит. Ну, то есть у нас будет происходить процесс горения так, как он должен быть. И в том месте, где нужно. Будет в топке формироваться вот эта вот зона активного нагрева, зона пламени. Дымосборник будет работать корректно. И уже в трубе тогда у нас не будет вот этого пламени. Опять же, нагрузка на дымоход у нас снизится. Да. Ты даже еще лучше меня сказал. Мог бы и не спрашивать. Дымосборник Былина, ну, будем откровенны, это, мягко говоря, простая по своей конструкции печка. Скорлупка, всем уже привычная, чугунная, пламя-отбойник. Когда у вас появятся закрытые каменки в Былине? Либо вы можете уже что-то предложить? Нет, смотри. Во-первых, если полноценная закрытая каменка, у нас для этого есть отдельный аксессуар, который можно приобрести. Это установить непосредственно. То есть у вас имеется печка Былина. Сверху дополнительно эти аксессуары устанавливаются. Он становится очень просто. То есть достаточно его собрать согласно инструкции и установить непосредственно на дымосборник печи. И у вас получается полноценная закрытая каменка. У вас в ассортименте вот две, два вида Былина. Одна конвекционная, другая сетка. Но когда человеку все-таки хочется и вот мягкого тепла, и чтобы баня прогрелась побыстрее, что все-таки выбрать? Смотри, это очень тонкий вопрос. И я предлагаю его адресовать специально обученному человеку, который сейчас в бане этим занимается. Вопросы дадим Алексею. А, он как раз готовит для нас баню. Пойдем. Пойдем. О, Алексей, привет. Приветствую. Слушай, я думаю, кто тут шуршит. А ты занимаешься подготовкой, да? Да, совершенно верно. Раскладываю тут помаленьку. Все, печка здесь уже готова к тому, что ей начнут пользоваться. И самый главный вопрос, который задают наши покупатели. Вот понятно, что легкий пар, что это мягкое тепло. А как бы тем, кто хочет получить и мягкое тепло, и при этом быстро нагреть парное помещение? Ну, самый, наверное, продуктивный и быстрый вариант – это использовать такое устройство, как закрытая каминка. Специально разработанная для печей былина, то есть для всех модификаций и на 12, и на 18, и на 24 куба. Собирается вручную. Никаких проблем нет. Инструкция достаточно простая. Собирается даже, если уже смонтирован дымоход, то есть печка окончательно установлена на место. Это, собственно говоря, металлический ящик, в котором находится какое-то количество камней. Благодаря тому, что металл закрывает эти камни со всех сторон, они сильнее нагреваются, намного сильнее. А раз они сильнее нагреваются, подача на них воды обеспечивает получение так называемого перегретого, легкого, мелкодисперсного пара, как угодно можно называть. То есть мы поднимаем температуру, но при этом у нас низкая влажность. То есть нам легко находиться в парилке, мы не испытываем никакого дискомфорта, мы нормально потеем, оздоравливаемся, ну и все прочие прелести. Вот так выглядит закрытая каминка былина в собранном виде. Вот тот самый лоток из нержавеющей стали, кстати, толщиной довольно приличной 0,8 мм. Он уже любезно собрано заводит, то есть этим вам заниматься не потребуется. А все остальное вы собираете вручную, ну с минимальным набором инструмента. Сначала собирается ящик, к нему крепятся ножки, устанавливается на печку, заполняется камнями. И затем сверху вот эта крышка прикручивается. Ну то есть вот этот еще язычок. И вот этот язычок, да. Затем вы устанавливаете лоток, он не крепится, просто вставляется в пазы. Сюда, справа-слева подается вода. Рекомендую чередовать. В одну в другую сторону, чтобы одну часть камней постоянно не напрягать. А сюда капается ароматическое масло для любителей вот этих вот аромапроцедур. И эту закрытую каминку, друзья, вы можете найти на сайте fornax.ru и в магазинах сети Fornax, где очень много продукции Тифодара представлено. А сейчас мы поговорим об еще одной новинке. Вот этой штуке. Леш, расскажи, что это такое. Да, это чугунный модуль дымохода. Мы разработали его специально для печи былина, для того, чтобы решить несколько задач. Основная задача – это повысить эффективность. Благодаря, во-первых, тому, что он изготовлен из того же самого хромистого чугуна, который высокой теплоемкостью обладает и тепло накапливает. Во-вторых, благодаря тому, что этот элемент ставится самым первым на печку в самой горячей зоне, где максимальная температура нагрева. То есть он хорошо нагревается сам за счет высоких температур. Он хорошо накапливает тепло, и это тепло долго удерживает. Внутренне его есть хитрая штука, называемая турбулизатор. Внутри стенки этого дымохода есть выступы. Они совсем небольшие, буквально 10 мм толщину. То есть на тягу они отрицательное влияние не оказывают. Но они расположены по спирали, в результате проходящий через этот патрубок. Газ закручивается, а значит замедляется. А значит большая часть энергии, которую он получил от сгорания дров, передается металлу. Следовательно, нагревается сильнее, набирает больше тепла и дольше тепло держит. Про эстетику мы тоже не забываем. То есть дымоход имеет такой своеобразный рисунок, напоминающий каменную кладку. Благодаря его конструкции он легко устанавливается на место. Там внутри есть специальная опорная площадка. Покрашен он снаружи жаропрочной краской, той же самой, какой мы красим печи. Поэтому долговечен, не страдает от коррозии. Срок службы не менее 10 лет. Но я думаю, компания слегка поскромничала. И на самом деле реальный ресурс, так же как у печей былина, будет намного больше. Некоторые, выбирая печь-сетку, думают, что ее придется топить часами, полдня. Сколько топится былина, для того, чтобы ее можно начать уже было пользоваться. Полутора часов должно хватить, чтобы натопить парилку до рабочей температуры. А что мы говорим, да говорим. Пойдемте, да затопим печку. На самом деле. Пошли. Банька-то позволяет, да, здесь дровник организовать. И здесь всегда сухо. Да, хорошие дровишки сгораются сразу. Звук какой? Безо всяких там. Так, друзья, дверка-то хоть и красивая, но не от былины, да? Заметили наверняка уже наши зрители. Алексей, как это получилось? Да, совершенно точно. Эта дверь не для былины. Но, с другой стороны, мы же на испытательном полигоне. И, собственно говоря, что хотим, то и делаем. И, в общем и целом, можете обратить внимание, что прекрасно стоит на своем месте эта дверка. Никаких препятствий для этого нет. В случае острой нужды можно и поменять, а не взаимозаменяемая. Дверь былина отличается, ну, по сути, только декоративными элементами, которые вписываются в общую канву, так сказать, дизайн этой печки. А принципиально, конструктивно не отличается стекло, то же самое. Друзья, всего за час работы парная, рассчитанная на печь помощнее. Здесь парная, по-моему, 36 кубов, если не изменяет память. А печка-то у нас 24-я. Прогрела вполне до комфортной температуры. Сейчас посмотрим, как нагрелись камни. Поддадим. Комфортненько. Приятненько. Пар есть, тепло. Чего еще надо-то? Ах, да, топили печь мы около часа. По-моему, где-то 2,5 хапки дров у нас ушло на подготовку бани. Так что еще и экономично. И при этом тяга была неизбыточная, и труба не раскалялась до красна. И, в принципе, хорошо отработал вот этот новый стартовый модуль. Ну и камушки, вы увидели, нагрелись. Шикарно. Баня готова. А вот как в более холодной зоне ведет себя водичка. Если хотите, чтобы вся каменка работала, конечно, нужно еще потопить. Ну а в принципе, смотрите-то, а? 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 Работают камушки. Ну вот и про печку все узнали, и в бане попарились. Если у вас остались вопросы, то пишите в комментариях. А так-то ждем вас в гости в магазинах Форнакс в городе Новосибирске и на сайте fornax.ru. Кстати, ловите промокод на покупку этой печи и комплекта дымоходов. Всем желаем легкого пара и отличного настроения. До встречи. Пока.